Здравствуйте, с вами Михаил Шилов, автор проектов www.vvshim.ru, www.vvlog.ru и www.vvlog.ru В этом видеоподкасте я хочу показать вам и рассказать как ставить и отрабатывать максимально сильный боковой удар. Карате называется мавашицкий, в боксе называется фук. Как отрабатывать его и ставить на макеваре? Макевара позволяет его ставить, как на любой другой приемник, в общем-то, идеальным способом на постановку силы и одновременно при набивке. Вот что важно. Отрабатывать вы потом, а в комбинаторике будете все это дело на мишке. Но ставить одиночную и правильную технику лучше на макеваре. Почему? Потому что вы, во-первых, правильно поймете, какой именно ударной поверхностью вы действительно бьете прием. Потому что, когда вы надеваете перчатки, где руки и работаете на мешке, вы, в общем-то, бьете так, как вам удобно. Но надо понимать, что наши руки – это прикладное оружие. Поэтому мы будем работать на улице и в реальном бою без перчаток. Поэтому надо бить теми местами, которыми надо бить. На макеваре это наиболее понятно. Потому что она относительно жесткая, имеет ровную поверхность. И вы четко понимаете, какой точкой вы прикладываете и под каким углом. Совсем недавно один мой товарищ хороший, Куделку Богдан, сказал, это шестой данный год джурю, когда поработал на макеваре Камертон, он вообще на макеваре не только такой работал, но сейчас у него сзади стоят именно такие макевары. В общем, он сказал, мы предупредили поговорку будет – перпендикуляр с мошью макевара. Что разумевается, что вектор самого приема, для того, чтобы руки правильно работали, правильно добивались и был максимально сильный удар, вектор удара должен идти четко перпендикулярно макеваре. Не как-то под скосом. Если круглый мешок, например, вы понимаете сами, что вы очень четко не поймаете эту грань. Особенно перчаток. На макеваре вы этого поймаете. Ну что ж, теперь непосредственно к самой теме. Как? Важно понимать, что он подразумен под тем, что самый сильный удар и все такое прочее. Откуда берется сила? Сила берется из массы тела, скорости и правильного направления этой силы. Туда, куда надо. Это очень важно. Это очень важно. Так вот, если мы от макевары встанем абсолютно сбоку, то о массе тела как таковой, о поступательном движении всей массы тела. Можно забыть. В основном мы силу будем черпать из переноса. Из переноса со ноги на ногу. Здесь вот примерно масса тела будет работать сейчас чуть-чуть. И круговое движение будет. И круговое движение будет. И круговое движение будет. Еще ротация будет. То есть разворот самого тела. Ну и разумеется, сила рук. Можно в два раза почти увеличить силу, если дать правильное направление всей массы тела. И дать на амплитуду, с поступательным движением всей массы тела. То есть лучше бы было бы, да, если бы мы били макевару прямо. То есть когда мы туда могли бы бросить все тело. Но мы бьем боковой прием. Не получится, да. Что мы делаем? Важно правильно занять положение по отношению снаряда. Как это сделать? Встаньте от макевары сбоку. У нее сабайор. Он имеет прямоугольные сечения. То есть угол его. То есть это же доска. И поэтому с краю у нее прямой будет угол. То есть вот грань передняя и грань боковая. А между ними вот так вот угол прямой. Вам нужно встать так, чтобы этот угол четко, прямо проходил через сагитальную плоскость тела вашего. То есть линия носа и линия пупка. Вот через эту линию проходил этот угол. Причем таким образом, что если вы раскроете его дальше, а от линии плоскости сагитальной проведете именно плоскость, как сам вот так вот выложите, то она расчет напополам. То есть бисектриса получится. А макевара, конечно угол пройдет четко между ваших ног. Вот так вот угол будет разделить. Ваше тело она пополам. Теперь вам нужно принять стойку, не нарушив этого положения. То есть вы ноги должны двинуть как будто по рельсам. Если вы занимаетесь наностороннюю стойку, то вы левую ногу двигаете назад по рельсам. Таким образом. То есть не пододвигаете ее в одну линию с правой ногой. А так и двигаете. Чертко, как будто по лыжне назад. Теперь что получается? Вы можете переносить массу вашего тела уже не по боковому движению какому-то, а еще поступательные движения добавить. Поступательные движения. Одновременно сочетаете арктуационные движения. И что получается? Удар, массу тела вы использовать не так рационально, конечно, как при прямом ударе, когда вся масса тела идет четко по направлению вектора приема. Но если выставить параллограмм сил, то вы увидите, что вектор, ну поступательные движения туда стал намного длиннее. То есть гораздо больше вы используете массу тела, чем если бы вы находились от накевара абсолютно сбоку. Ну вот. Дальше. Сама конструкция, а уже конструкция руки сама предполагает то, что вектор приема зайдет по предплечью. Четко перпендикулярно мишень. То есть сама конструкция выстроится таким образом, что удар придется перпендикулярным. Вот я сейчас поставлю камеру таким образом, чтобы это было видно хорошо. Посмотрите. Вот. От накевары я занял боковое положение. Так мы тоже работаем. Тоже работаем. Потому что во время боя по всякому прийтись можно. Но мы сейчас говорим об сильном ударе. О максимально сильном боковом. Вот. Я встал. Четко померил эту линию. Сдвинулся назад. И теперь что получается? Смотрите. Видите, предплечье стоит таким образом. Вы не видите сейчас предплечье моего. Почему? Потому что оно стоит четко перпендикулярно мишенью. Я делаю поступательное движение туда, вперед. И круговое движение и тело, и рукой. Удар получается перпендикулярно мишенью. Да. Получается очень сильно и хорошо. Вот. От головы работают все точно так же. И от головы. И вниз. Таким образом. Таким образом перная пушка. Таким образом. Таким образом. Таким образом. Таким образом. Тренирование. Для того чтобы натренировать жесткую конструкцию. Нужно нехрестать. Валерийский прием. Для начала нужно застабилизировать все мышцы, связки и сухожидники. Которые удерживают стабилизацию нашего тела во время приема. Чтобы ничего не гуляло. На плечу не лопать ничего. Для этого поначалу не нужно бить. Нужно плавно. Как будто волна. Накатываться на мотиварку. Довольно спокойно. Чтобы запомнился хорошо. Динамический стереотип этого движения. И не делать это кулаком. Чтобы вы не концентрировались. Больно ли будет или нет. А делать это ладонь. Откатились назад. Плавное движение. И в таком ключе надо много-много поработать. Тогда у вас застабилизируется конструкция. Будет правильнее понимание. Как правильно переносить вес с одной ноги на другую. И как делать это поступательное движение вперед всем телом. В итоге вы получите очень сильный прием. Справедливости ради заметено. Что точно так же бьются удары. И наружу. Это во внутрь цики был удар. На маваши цики или вкук. Точно так же бьются наружу удары. Уракен. Шутова. Все точно так же. Точно так же занят положение. Родные два глаза. И с переносом всего тела. С переносом всей массы тела. Лучше поставить подальше. Чтобы было видно чего. Мы даем. Работаем. С переносом всей массы тела. То есть ноги на ногу. Ноги на ногу. Чтобы на ногу я ударил. Отсюда сверливаем на ногу. Чтобы на ногу все работает. Хочет дальше. И отсюда головой. Вот об этом и хотел рассказать. Немного дальше. Теперь. Вот. Соответственно. Надо заметить и то. Что отрабатывать нужно в любой момент ее. И собственно говоря. Идеальное положение. Оно бывает очень редко. В него попасть очень тяжело. Но. Выстраивать сильный прием нужно обязательно. Делайте как лучше. Как хуже. Оно получится само. Но. Все таки. Стоит иногда. Угол чуть-чуть изменять. То есть идеально под 45 градусов. Но. Иногда. Через день. За неделю. Раз. Вы можете угол поменять. Поставить ногу. И подсорить же. Чтобы тело стояло с полу. Не перпендикулярно. Или. Чтоб слетали. Чтоб высеклиться. Угла прямого проходила. Через ваше тело. С подругим углом. То есть. Чтоб вы стояли. И не лицом к углу. А немножко голову. Работать. То есть. Больше со стороны. Видите. Уже конечно. Вы правильно перпендикулярно станете. Получается. Больше цепляющее движение. Цепляющее движение. Соответственно. Можно встать больше вперед. Это. Более. Вариальный вариант. То есть. Когда вы работаете со всходом. Например. Ситуация такая. Что вы стояете противника. Прямо. И делаете. Значит. Боковой. Со смещением в сторону. Вы ходите в сторону. И вы носите боковой. Тогда. Все работает абсолютно нормально. Но. Угол немножко другой. То есть. Вы движетесь. Практически. Прямо на диван. А сами наносите. А сами наносите вперед. Боковой. В таком ключе. Стоит работать тоже. Обязательно. А главное. Что вы поймете. Как ваш удар захватывает. А сразу ракивара поднять даст. Что вы там ударили. Скорость. Мимо. И под тем углом. Она сразу же даст понять. Что вы не попадаете. Вы ее не пробьете. Не протолкнете. Потому что вся сила идет туда. Например. Если вы перпендикулярно забиваете углом. Вся сила пойдет туда. Мимо. И вы ее не добьете. Даже при самом сильном ударе. Более так. Обдаете себе руки. Макивара не мой. Учитель. Который ничего не говоря. А только делом абсолютно показывает. Как это должно быть. Поэтому очень быстро сами найдете. Ну во сколько вы сейчас. Те штуклы под которыми все получается. Максимально сильно. Ловко. И мощно. Во время боя тактика. Она немножко технику сожрет. И удары. В угоду тактики. Могут оказаться менее сильными. Тем не менее. Тем не менее. Как хуже получится. Если у вас удар очень сильный есть. То даже плохо получившийся прием. Будет гораздо сильнее. Чем если у вас этого удара самого сильного нет. И не было никогда. Тогда то что не получается. Будет вообще не так. Если удар сильный есть. То то что не получается. Будет тоже сильным. Но это будет. Заслабее самых сильных. А если этого удара нет. То когда не получается. Или когда не это удобно во время боя. То ваш какой-то удар будет вообще никакой. Заслабее того. Что у вас и так не получается. Поэтому ничего не будет абсолютно. Вот так вот. Ну вот это все что хотел я вам сказать по поводу бокового. Заходите на мои сайты. 3wgv.ru 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 И 3wgv.ru Всего доброго. Продолжение следует...